Первые слова в интервью новоиспечённого посла Молдовы в Беларуси отнюдь не о политике или экономике. Виктор Сарачан в Минске с середины мая, но уже успел объехать всю страну и даже подучить белорусский язык. Главная цель, конечно, это улучшение отношений, которые есть сегодня. То есть та база, которая сложилась за многие годы, она должна быть улучшена во много раз. Второе, это увеличение товарооборота между нашими странами, потому что очень важно для экономики обеих стран. У нас есть, чем получится в Беларуси. У вас очень интересный опыт развития сельского хозяйства, машиностроения. Поэтому Молдове в этом отношении очень повезло, что у нас такие братские отношения. Его миссия началась с подготовки визита главы Молдовы в Беларусь. Игорь Дадон приезжал в июле. Встреча президентов проходила в декорациях фестивального Витебска. Тот раунд переговоров в итоге сулит двойную прибавку торговли. Рассчитывает на 400 миллионов долларов. С помощью Минского завода хотят восстановить тракторное производство. Идут переговоры о совместном выпуске электробусов. Еще один из приоритетов – проекты в агропромышленном комплексе. Во Дворце независимости сегодня дипломаты 11 стран – Европы, Азии, Африки и Южной Америки. География партнерства видна не только из списков, но и сразу читается по национальным костюмам. За год Дворец независимости принимает десятки зарубежных делегаций. Кто-то прилетает выстраивать отношения из океана, с кем-то приходится прощаться. Например, по случаю завершения дипломатической миссии. Но действительно, здесь всегда радушно встречают тех, кто только начинает знакомство с нашей страной. Настоящий парад континентов – церемония вручения верительных грамот. В этом мужском обществе посол Швеции – единственная дама. До назначения в Минск Кристина Юханнсон работала в представительстве Швеции при Евросоюзе в Брюсселе. Тактично, где-то пользуясь преимуществом по-женски, ей порой лучше мужчин удается заполучить расположение высшего истеблишмента. Пора развивать наши отношения, причем на всех уровнях общества, во всех сферах. Швеция очень заинтересована в укреплении отношений, и мы хотим быть конструктивным партнером. Мы видим, что в шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях. Это от правительственного уровня до гражданского общества. Здесь много работает интересных проектов, много организаций в Беларуси и в Швеции, которые сотрудничают. А так, конечно, еще мы видим, что потенциал далеко не исчерпан в области толговли. После краткого церемониала дипломаты узнают первые детали своей миссии от белорусского президента, своего рода экскурс, как дальше будут выстраиваться отношения между странами. Первые тезисы о принципах Беларуси – открытости, честности и справедливости. Именно такая политика позволила нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе баланса интересов. В этом году белорусская столица принимала два важных международных форума, встречу министров иностранных дел, центральной европейской инициативы, где Беларусь впервые председательствует, и сессию парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это эффективная площадка для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Тем актуальнее видится инициатива белорусского лидера отказаться от геополитического соперничества. Проект Хельсинки-2 мог бы стать глобальной дискуссионной структурой. Официальный Минск заинтересован, чтобы эта инициатива была реализована. Беларусь миролюбивое, стабильное и безопасное государство. Отсутствие межконфессиональных и межэтнических конфликтов – наше главное конкурентное преимущество на мировой экономической и политической арене. В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны. Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов. Наша страна выступила с инициативой о запуске под эгидой ОБСЕ широкой дискуссии о новом хельсинском процессе, призванном развязать узлы противоречий между государствами на пространстве Евроатлантики и Евразии. Мы заинтересованы в том, чтобы проект «Хельсинки-2» состоялся. Я убежден, что и вы, уважаемые послы, сможете внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению и реализации этой актуальной инициативы. Спокойствие и порядок для Европы по-прежнему актуальная тема. Проблем немало. Это на фоне наплыва мигрантов, кризиса. Накануне весь мир следил за результатами референдума в Каталонии. Голосование сопровождалось массовыми беспорядками и столкновениями сторонников плебисцита с испанской полицией. И в этой политической турбулентности параллельно еще нужно приводить в чувство экономику. Рынок ЕС второй по значимости. На него приходится примерно треть белорусского экспорта. В сравнении с прошлым полугодием товарооборот вырос на 6%, превысил 3 миллиарда долларов. Для дальнейшего роста этой цифры Александр Лукашенко предлагает главам депмиссии Испании и Швеции несколько перспективных проектов. Беларусь придает большое значение развитию отношений с королевством Испании. Особенно в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, энергетика, транспорт и сельское хозяйство. В этом месяце в Минске состоится первое заседание межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Убежден, встреча будет способствовать укреплению наших связей. Да и пора уже. Мы выступаем за развитие дружественно-конструктивного диалога со Швецией. И рассматриваем вашу страну в качестве активного участника региональных и международных процессов. Что касается двусторонних отношений, то нам необходимо усилить работу по наращиванию торговли, углублению инвестиционных связей, по решению политических, культурных контактов между нашими государствами. Мир и порядок для афганцев тоже пока только цель и мечта. Ситуация остается напряженной. Стабилизация и возвращение к мирной жизни процесс непростой. И безусловно, не обойтись без союзников. Особенно в том, что касается развития экономики и создания новых предприятий. Беларусь готова развивать партнерство по всем направлениям и наполнить его содержание конкретными проектами. Перспективные сферы взаимодействия буквально полтора месяца назад обсуждались на встрече с главой исполнительной власти Афганистана. За последние 60 лет в Афганистан было поставлено около 20 тысяч тракторов МТЗ. И автопарк белорусской техники в этой исламской республике может быть значительно увеличен. Пока товароборот между странами небольшой, в прошлом году составил 26,5 миллионов долларов, по сравнению с 2015-м рост на 60%. А вот продажи белорусских товаров в Афганистан в этом году уже увеличились более чем на 80%. Мы очень рады, что Афганистан готов развивать и разрешать дружеские отношения и близкие отношения с Белоруссией под руководством вашего президента. Это очень важно. Сейчас мы начали, несмотря на то, что во время Советского Союза у нас были прекрасные отношения, мы хотим закрепить эти отношения. Белоруссия ищет союзников не только поблизости, но и в далеких странах. Сегодня наша техника есть практически во всех африканских регионах. На рынке востребованы не только карьерные самосвалы, но и металлпродукция, калийные удобрения. Сотрудничество со странами этого континента представляет политический и экономический интерес. Приветствую решение руководства Джибути о назначении посла в Белоруссию. Надеюсь, совместными усилиями дипломатов, представителей бизнес-кругов, ваша страна встанет нам ближе и мы вместе сможем открыть ворота в Восточную Африку. Республика Мали – наш важнейший партнер на западе африканского континента. С учетом актуальных процессов восстановления и наращивания экономического потенциала этого государства, открываются новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе торгового. Беларусь готова к этому. Для белорусской дипломатии 2017-й особенный. Большинство дипотношений наша страна установила 25 лет назад. Четверть века серьезных фундаментов и для политики, и для экономики. Впрочем, Беларусь нацелена на разноплановое партнерство как со странами Азии, так и Южной Америки. Мы видим множество возможностей в сотрудничестве с Узбекистаном. Мы буквально за текущий год сделали, наверное, больше, чем за весь постсоветский период в отношениях с этой нам близкой братской страной. Есть серьезные предпосылки для наращивания торговли, диверсификации взаимных поставок, что в конечном итоге позволит реализовать существующий потенциал экономического взаимодействия между нашими государствами. Недавнее заседание Межправительственной Беларусско-Лаосской комиссии по двустороннему сотрудничеству подтвердило стремление наших стран к открытому и конструктивному диалогу. Думаю, в ближайшие год-два мы сможем повысить планку наших отношений и вывести их на новый, более серьезный уровень. Еще с советских времен у нас сложились добрые связи с Перу. Несмотря на нынешний скромный товарооборот, убежден, мы сможем наверстать упущенное, расширить взаимодействие во всех сферах, но для этого необходимо более предметно и системно заниматься вопросами экономики. Развитие партнерства с Уругваем – важнейший вектор внешней политики Беларуси в Южной Америке. Значимой для нас страной в латиноамериканском регионе является Чили. Рассчитываем на расширение торгово-экономической связи уже в ближайшее время. Беларусь очень заинтересована в продвижении нашей автостроительной техники, сельхозтехники. Приоритеты Беларуси неизменны. Многополярная и миролюбивая внешняя политика, будь то с Западом или Востоком, при этом сохраняя добрые отношения с соседями. Хочу, чтобы у вас осталось и было самое хорошее мнение и впечатление о нашей Беларуси. Стремление к открытости подтверждает и безвизовый режим. Беларусь ждет в гости жителей 80 стран. Пятидневным безвизом уже воспользовались более 52 тысяч туристов. Сейчас идут переговоры, чтобы продлить безвиз до 10 дней, а гражданам Китая – до месяца. Не важно, туристы, предприниматели, ждем в гости и без повода. В то же время нельзя недооценивать и объединяющую силу спорта. Готовимся принять вторые европейские игры в 2019 году и вместе с Латвией чемпионат мира по хоккею в 2021. Создаем равнозначные условия для туристического и бизнес-общения, ведь в любое время Беларусь стремится к диалогу. Илон Красуцкая, Николай Лошкевич и Виталий Селявка. Агентстватель новостей.